Приветствую вас в этой серии видеоуроков. Меня зовут Евгений Попов. Сегодня я решил переустановить операционную систему Windows. А так как многие мои клиенты и читатели моего журнала просили меня поделиться этой информацией, то я решил включить запись и показать весь процесс, записать его на видео. Итак, что я делаю при переустановке операционной системы Windows? Итак, первое, что нужно сделать, это сделать ревизию вашего системного раздела. Я сторонник того, что системный раздел должен хранить только операционную систему и программы. Но я знаю, что многие пользователи хранят на системном разделе, обычно он называется диск С, много всяких личных данных, в том числе на рабочем столе, в папке документы, в папке загрузки, в папке изображения, музыка и так далее. И если вы будете переустанавливать систему, то имейте в виду, что вот этот диск С, он будет, соответственно, у нас отформатирован. То есть все, что на нем сейчас есть, будет уничтожено. И вы перед переустановкой должны убедиться, что ничего ценного для вас на этом диске нет, и провести некую ревизию. Пройтись по директориям, особенно по этим, пройтись по тем программам, которые вы используете. Может быть, они какие-то важные данные хранят в этих директориях на диске С. Плюс, если вы умеете делать образ системного раздела с помощью таких программ, как Acronis True Image или Macrium Reflect, сделайте резервный слепок системы, чтобы если вдруг после переустановки вы вспомните, что что-то осталось в старой версии, то вы всегда могли откатиться назад. Но если вдруг не умеете, то обязательно проведите хорошую ревизию, посмотрите все директории, особенно зайдите в папку «Пользователи», выберите своего пользователя, под которым вы заходите, и вот здесь также посмотрите директории, которые тут есть. Возможно, что-то из того, что вы здесь найдете, будет для вас важным. После того, как это все сделано, вы вставляете, соответственно, в дисковод диск с операционной системой Windows, либо, если вы покупали не диск, а покупали Windows через сайт, то заходите в свой личный кабинет на сайте Microsoft и скачиваете Windows отсюда. Вот у меня, я покупал именно так, и я скачиваю, соответственно, установщик отсюда. Вот он у меня уже скачан, но, в принципе, могу скачать еще раз. Выглядит он вот таким образом. Я его запускаю. Рабочий стол, естественно, тоже вы должны полностью почистить, на нем ничего оставаться не должно. Так, сюда мне нужно ввести ключ продукта. Так, и нажимаю «Далее». Так, теперь я нажимаю «Далее». У меня сейчас должна начаться загрузка последней версии данной операционной системы на мой компьютер. Итак, у меня установщик скачал и проверил файлы. Сейчас он производит некую подготовку, и уже совсем скоро начнется установка. Так, подготовка файлов 100%. Так, и мне предлагают выбрать, что сделать. Либо установить сейчас, либо создать, допустим, диск для установки и устанавливать с диска, либо установить позже с компьютера. Так, я думаю, что выберу вариант «Создать носитель». Как-то устанавливать с диска оно всегда надежнее. Выбираю «Создать носитель». Либо USB, либо создать ISO файл и записать его на DVD-диск. Ну, в моем случае я выберу USB. Так, обычную флешку. Так, и вот она у меня, флешка стоит. Я ее и выбираю. Так, он предупреждает, что все файлы будут удалены. Естественно, соглашаемся. Итак, процесс создания флешки у меня подходит к концу. Все, на 100% выполнено. Здесь он мне сразу показывает ключ продукта, который у меня будет использоваться. Так, и я нажимаю «Готово». Все, теперь я могу перезагружать компьютер и загружаться уже с этой флешки, с которой пойдет у меня установка. Так, на этом я заканчиваю запись видео с экрана монитора и переключаю вас на запись с внешней видеокамеры, которая уже будет записывать весь экран в процессе перезагрузки, в процессе установки. Продолжение следует...